Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся самыми простыми словами говорить о нашей православной вере. Здравствуйте! Сегодня темой нашей беседы, нашей передачи будет не совсем простая тема, тема человеческой личности. Почему вдруг возник интерес к этой теме, объясню, потому что мы живем с вами в контексте Библии и вообще неплохо, если мы, как православные христиане, являемся одновременно библейски образованными людьми. И вот в Библии неоднократно произносится мысль о том, что мы образ и подобие Божие, образ и подобие Божие. Все мы так или иначе стремимся к познанию самого себя, определению собственной роли в этом мире, в этой жизни. И через это в том числе стремимся постичь Господу Бога, пытаемся соединиться с Ним, как с живой личностью. Поэтому вопрос этот крайне актуален и крайне важен. И говорить мы о нем будем сегодня, об этой теме, с нашим гостем, с философом и психологом Георгием Смирновым. Здравствуйте, Георгий! Здравствуйте, батюшка! Ну вот прям была небольшая. Мне бы хотелось еще, наверное, для начала нашего диалога, для начала нашего разговора, сказать о том, что, наверное, термин личности сейчас крайне размыт, потому что свое понимание личности предлагают многие сферы научной деятельности. То есть это и социология предлагает понять, психология, социология, политология. Так или иначе, многие-многие заняты вопросом того, что есть личность, и предлагают какие-то определения этого термина. А с другой стороны, в поле этих объяснений, в поле этих терминов и определений оказывается живой человек, который, опять же, пытается для себя решить вопрос, банальный, простой вопрос с одной стороны, и очень сложный с другой. А кто же все-таки лично я? Мы живем, и сейчас, наверное, по всем каналам, интернет этим пестрит, вот этим стремлением человека утвердиться как личности. Я личность, со мной как-то надо определенным образом. И вот очень часто, наверное, человек, который даже этот термин употребляет и говорит о себе, заявляет о себе как о личности, до конца не может, собственно, дать определение, что есть я личность. И вот, наверное, тут вот очень будет содержательным наш диалог с вами, как с философом и психологом, с одной стороны, с другой стороны. Давайте погрузим наших телезрителей вот в историю этого вопроса и в понимание этого вопроса. Честно говоря, немножко страшно даже приступать к этой теме, потому что она очень глубокая. Попробуем это сделать на понятном языке. Вот вы затронули сейчас, отец Сергий, два вопроса очень интересных, и, мне кажется, ключевых для начала того, чтобы понимать, что такое человеческая личность. Во-первых, вы сказали, что многие науки пытаются дать определение личности. Но вот тут и проблема возникает, потому что личность не поддается научному исследованию. Вот в человеке можно научно исследовать многое. Его тело можно исследовать научно. Даже душу в какой-то степени можно исследовать научно. Это пытается делать психология. И в какой-то мере это тоже, психологию тоже можно назвать наукой. В какой-то мере. Вот. Медицина, это наука, она исследует. Социология, это вполне даже наука. И она тоже пытается подойти к личности. Но особенность личности в том, что ей нельзя дать определение. Личности в том, что личности дать нельзя, научного определения, логического определения, личности дать нельзя. С одной стороны, мы вроде как знаем, что такое личность. Но когда начинаем высказывать в формате научного дискурса, мы чувствуем проблему. Поэтому вот психология ли... Кстати, величайшие психологи, Рубинштейн тот же, они это признавали, что определение давать трудно и практически невозможно. Когда мы пытаемся к личности подойти с научной точки зрения, что-то в ней ускользает. И перед нами остается индивид. А вот если мы подойдем к вопросу все-таки с философско-богословской точки зрения, то, может быть, если мы постараемся и будем внимательны и серьезны в своем размышлении, может быть, мы какие-то глубины сможем воспринять. И это важно, потому что, размышляя об этом, что такое личность, человек, вот как вы тоже правильно ответили, человек дает определение, ну, пытается понять себя. А святые отцы тоже часто говорили, что путь к Богу начинается с понимания себя. И это действительно, и мы поймем, почему это так в нашем разговоре. Итак, личность научно, научными методами неуловима. Но личность — это реальность, с которой мы сталкиваемся в самом себе. Вот. И еще один момент, который вы затронули сейчас, важный. Когда обычно сегодня человек говорит о личности, употребляет это слово, в каком контексте он говорит? В контексте, как вы верно заметили, самоутверждение. А удивительно как раз, что личностное измерение при попытке самоутвердиться, личностное измерение, оно начинает... Сжиматься. Как шагреневая кожа, она начинает сжиматься и исчезать. Потому что личность раскрывается не в самоутверждении, а в самоотдаче. Вот. В любви. Я прошу прощения, мы это говорим именно с точки зрения христианской богословия? Или это, в принципе, некое универсалие? То есть, независимо от того, верит человек, не верит? К этому выводу пришли не только христианские мыслители и практики. И, собственно, к этому выводу приходят и психологи, и философия, и любые, ну, просто мыслящие люди. И, может быть, даже в других религиях, я думаю, созвучные идеи, они... Потому что это опыт, общечеловеческий опыт. Человек открывает в себе глубины и некие личностные измерения и начинает... Я это говорю так, начинает не бытовать, а бытийствовать. То есть, он живет не на уровне быта, а на уровне бытия. Он начинает жить именно, когда он не самоутверждается, а исходит из себя и начинает, совершает акт самоотдачи. Тогда вдруг человек обнаруживает иного себя, и иную жизнь в самом себе. И это опыт общечеловеческий, конечно, с моей точки зрения, в христианстве это максимально раскрывается. Вот. И сам Христос, он, собственно, и явил эту любовь. Вот. Явил эту любовь в самоотдаче на Голгофском кресте ради нашего спасения. Вот. Ну... А вот можно еще тогда, еще один уточняющий вопрос? Опять же, для наших телезрителей. То, что вы назвали сжатием личности, я примерно догадываюсь, о чем вы. Но мне кажется, что вот, например, какой-нибудь сейчас обыватель, который вот нас смотрит, он скажет, ну и что? Ну вот я заявляю о себе, утверждаю, что я личность. Почему именно в этот момент что-то, личность во мне исчезается, сжимается и так далее? То есть, вот этот механизм сжатия, он в чем проявляется вот на конкретных, может быть, вещах, которые можно осязать, посмотреть, пощупать? То есть, когда... Ну, то есть, мы говорим, что личности становится меньше, или она там сжимается, коллапсирует. Вот личность, она интересна. Собственно, личность — это мы. Это каждый. Но вот это интересно вот что. Что человек... В чем он... Существо очень парадоксальное. Человек, с одной стороны, каждый из нас уже человек. А с другой стороны, у нас есть задача — стать человеком. И это одновременно совмещается. Ребенок родился, он уже человек. Но при этом мы в каком-то ином смысле мы понимаем, что ему нужно состояться как человеку. И не только ребенку. Мне, вам, каждому человеку. Мы живем с заданием стать человеком. И мы к этому заданию, к этой задаче стремимся максимально, если стремимся. Вот. И личность в связи с этим, вот, личность, она может быть в состоянии... Состояние личности может быть в состоянии потенциальным или более или менее актуальным. Здесь хороший, можно пример, вот, лингвистически привести. Вот есть три слова, у которых один корень. Это личина, лицо и лик. Когда мы говорим о человеке в связи вот с этими понятиями личины, лица и лика, мы сразу чувствуем разное состояние одного и того же существа. Например, одеть на себя личину. Мы здесь понимаем, что человек не является собой. Он играет роль. На нем маска. Он какой-то есть подтекст, может быть, фальши и лицемерия или поверхностности. Когда мы говорим «лицо», то мы имеем в виду естественный состояние человек. Он такой, какой он есть. А вот когда мы говорим «лик», то мы говорим о человеке, который своим лицом обращен к Богу настолько, что его лицо начинает отражать божественный свет. И тогда мы говорим уже не лицо, а лик. Вот это не определение, но это вот описание и возможность нащупать, как же личность может раскрываться от потенциального состояния, где человек себя еще как личность не нашел, к естественному состоянию, где он встретился с собой как личностью, к высшему состоянию, где человек преображается, но взирая лицом, находясь пред лицом Божьим. И вот такова у человека задача, как у образа Божьего. И тоже, отец Сергий, вы сказали вначале, что мы, как православные люди, мы верим, что человек — это образ Божий. И об этом говорит и Священное Писание, и традиция Церкви. И вот в этом… То есть вот образ, образ, он не может существовать сам по себе. В образе нету смысла. Образ, он всегда образ кого-то. То есть человек просто как человек смысла не имеет. Если человек — это образ Божий, это значит, что человек становится человеком, когда образ соотнесен со своим первообразом. Когда человек взирает на Бога. Что значит взирает на Бога? Думает о нем, молится ему, сверяет с ним свою жизнь, просто встает перед ним и открывает перед ним свое сердце. Мне очень нравится одна молитва митрополита Антония Сурожского, когда он молился своими словами и просто говорил. «Вот, Господи, загляни в мое сердце и дай мне то, что Ты считаешь нужным». Вот способность открыться перед Богом максимально. И вот в этой открытости перед Богом человек и становится, собственно, тем, чем он и задуман — образом Божиим. И образ начинает преображаться, уподобляться. Образ и подобие уподобляться своему первообразу, то есть Христу, Богу. В этом смысле, я прошу прощения, что ты перебиваешь. Да, наоборот, прошу. В этом смысле очень интересна как раз отсылка во время Таинства Крещения, когда мы молимся о том человеке, который принимает Крещение, как о сыне и наследнике. Я всегда делаю небольшую паузу, когда сам совершаю Крещение, для того, чтобы людям сакцентировать внимание на вот этом понятии. То есть кто такой сын? Почему мы, собственно, и называем друг друга детьми Божьими? И почему делается обязательный упор на то, что нам нужно стать именно сынами Божьими по благодати, не по существу, но по благодати? Речь идет о том, что, ну вот, скоро у вас родится пятый, у меня родился недавно четвертый, да? То есть мы близки вот к этому состоянию, когда мы держим только-только родившегося ребенка, новорожденного, и первый момент, который возникает практически у всех родственников, и вопрос, который возникает, на кого похож. То есть это момент, с одной стороны, ну такой бытовой, и как будто бы даже, ну то есть вот, ну малозначимый, а ведь с другой стороны, что мы хотим сказать и заявить вот этим вопросом, да, на кого похож. Кто угадывается в нем? Вот. Какие черты проглядываются? И наоборот, например, если у человека рождается, там, ну, например, у вполне себе русской семьи, в русской семье рождается негритенок, это автоматически заставляет усомниться в верности кого-то из супругов, вот, ну понятно, кого, да, жены в данном случае, вот, в верности и так далее. И начинается раскол, потому что не проглядываются черты, не угадывается, не узнается отцом собственное чадо. И вот, когда мы благословляем во время крещения человека, как сына и наследника, отделается акцент на том, чтобы Господь, взирая на тебя, угадывал свои черты, в том числе. То есть, ну, мы угадываем там, чей носик, чей подбородок, вот, а Господь смотрит за лицо, за глаза, Он смотрит на сердце, и жизнь вот человека должна быть некой манифестацией того, что я Божий. Ну, я прошу прощения, мне показалось, что это… Да, совершенно верно. Господь смотрит не на физическое лицо, а вот на то лицо, которое мы и определяем словом «личность» или «сердце», или «образ Божий» в нас. И вот тут важно, мне кажется, различить два понятия индивида и личности. Вот зачастую, когда люди сегодня говорят о личности, они на самом деле вкладывают смысл индивида или индивидуальности. Вот что такое индивид? И в чем отличие от личности? Да потому что индивид – это вот конкретно данное существо, как единичное. То есть вот этот человек с определенным набором признаков. В чем особенность? Индивидов, у них есть свои черты, и индивидов можно сравнить. Личности сравнить нельзя. Индивид тоже неповторим, но он неповторим по набору сравнимых качеств, потому что их много, и они не совпадают ни у кого из нас. Поэтому мы, как индивиды, тоже неповторимые. Но мы неповторимые, наша неповторимость обнаруживается в сравнении. Мы сравниваем, кто у кого, кто умней, но этот добрей, а у этот ум острый, а у этого ум глубокий. Мы можем сравнивать внешние черты лица. У нас неповторимые отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза. Но все это наборы, их можно сравнить. Можно один отпечаток пальца сравнить с другим. Например, IQ у одного человека сравнить с IQ у другого человека. И так далее. А вот личность, она не просто неповторима, она еще не сравненна. То есть людей, как личности, даже сравнить нельзя. Личность — это маленький универсум, это сама по себе вселенная, которая самодостаточная в каком-то смысле. Вот эта несравненность, несравненность, то есть не просто мы сравнили и поняли, что я не похож на других. Вот в этом, в этом, в этом, в этом. Вот перечень качеств. А я в принципе несравненный. То есть личности нельзя сравнить. И вот тут как раз одна из граней образа Божьего. Потому что, собственно, личность — это, говорят, в Библии не используется термин «личность». На самом деле, так активно. Даже вообще может и не используется, на самом деле. Там, где говорится ипостась в одном месте, в послании евреям, но это еще там, еще не совсем в том смысле оно используется. Но там используется идея образа Божьего. Это то же самое. Вот и Бог, Он, Бог, Он абсолют, Он несравним. Поэтому Его образ должен обладать, хотя у Него образов много, каждый человек — образ Бога, но каждый при этом тоже, будучи образом, тоже уникален в смысле несравнимости. Каждый человек — это абсолют с маленькой буквы. И вот когда человек, он на своей личностной глубине не живет, а живет только на уровне, не на уровне «я есть», а на уровне качеств своих, то он ограничивает свою несравненность с равнимыми какими-то способностями. У меня способности, мои способности все можно сравнить с чьими-то. И вот если я живу вот так вот, то я свою жизнь ограничил контекстом индивидуума. Вот. И, собственно, вот когда мы говорим об индивидууме, вот это мы имеем в виду. Личность же, она не требует и не подразумевает никаких сравнений. Достаточно, что я человек, и я есть. И когда человек вот так встретился с собой, как с «я есть», то он понял, что ему больше не нужно ни с кем себя сравнивать, что он стоит перед Богом, и он неповторим, и он образ Божий. И вот, батюшка, у нас в записи блаженства есть первое. Это блаженно нищие духом. Мне кажется, когда человек встретился с собой как личностью, это ситуация полной духовной нищеты, потому что у него не остаётся ничего, что он имел, или что он мог, или что он достиг. У него остаётся только одно – он сам. И больше ничего. И вот тут вот как раз человек и встречает свою личность, когда он больше не делал. Вот поэтому личность связана с отдачей. Когда Христос говорил «отвергни себя», он вёл человека, на самом деле, к личностному существованию, к тому, к которому человек и предназначен. Когда человек держится за «я имею», «я могу», «я достиг», или «я не могу», или «не имею», он ещё себя не нашёл. Он себя пропустил. Он ещё индивид. Его личность должна, лишь только должна, она в потенции есть, но она должна раскрыться. И зачастую это происходит, когда мы встаём в пограничные ситуации, встречи со смертью, с угрозой смерти или смерти близкого, каких-то потерь, трагедий, катастроф. К сожалению, только когда человек что-то теряет, переживает боль, вот за этой штукатуркой индивида, когда её, когда жизнь, удары судьбы её соскребают с нас, обнаруживает это ядро личности. Вот. И человек вот тогда встречается с собой. А когда человек встретился с собой, с собой, как с «я есть», то, понимаете, под этим «я есть» моим никакой основы нету, кроме Бога. Потому что человек висит над пустотой, над ничто. Вот. И если «я есть», то откуда я взялся? Откуда взялся – это моё «я». И человек не видит, откуда. И он обнаруживает, что вспоминает о том, кто однажды сказал о себе «я есим». Кто сказал «я есим сущий». То есть существование человека, оно, когда человек на глубине своего существования встречается с собой, он после этого встречается и с Богом. Потому что только Бог – гарантия моего существования. Других гарантий нету. Удивительным образом, но передача подошла к концу. И замечательно, что мы в конце нашего, в сегодняшней встрече задали ряд вопросов. И оставили их пока без ответа. Вот. Мы простимся с вами сейчас на неделю, и через неделю встретимся. Вновь во вторник. И продолжим этот разговор. А пока наш дорогой телезритель может остаться наедине с этими вопросами. Я надеюсь, что эти вопросы мы действительно задали настолько остро, настолько интересно, что у вас возникнет желание их для себя раскрыть, на них найти ответы. Вот. И в следующий вторник мы, наверное, поговорим о границах личности, мы поговорим о том, чем опасен индивидуализм, вот, как таковое, как явление, для того, чтобы потом впоследствии подойти к главному вопросу, а в чем заключается личность Бога? И в чем, собственно говоря, она угадывается? А сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова